С вами новости спорта, я Марина Азябина. Здравствуйте, спонсор программы Институт физической культуры и спорта имени четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова. Вам помогут определить, к какому виду спорта предрасположен ваш ребенок и подскажут, в какую секцию его записать. Консультации проводит профессор института. Адрес Песочная 38Б, телефон 774476. Более 60 спортсменов вышли накануне на сцену Дома культуры «Редуктор». В Ижевске состоялся открытый чемпионат Удмуртии по бодибилдингу. Конкуренцию нашим атлетам составили гости из Перми, Казани, Стерлитамака, Уфы. За борьбой сильных духом и телом наблюдал Илья Вихарев. Ему слово. За кулисами ДК «Редуктор» буквально яблоку негде упасть. Спортсмены приводят в себя форму, накладывают грим, макияж. Республика одна из первых, где развивается бодибилдинг среди атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата. Бодибилдинг на колясках. Дмитрий Серебряков увлекся полгода назад, и вот серебряная медаль. Победить, стать лидером. Ну и показать всем, что можно в таком виде спорте участвовать. Лучшим среди мужчин в этом виде стал Дмитрий Шишкин. Из Ижевска болезинка Анастасия Каркина тоже только-только начала заниматься. Интересно попробовать что-то новое, говорит спортсменка. Попробовала так удачно, что получила золото. У нас не было никакого соперничества. Из-за этого я не думала, какая у меня будет медаль. Я выступила. Я первый раз здесь вообще выступаю. И мне было интересно, как это будет проходить вообще. И я вообще не думала, какое место займу. И что будет дальше. В итоге вот. Если всерьез занимаешься бодибилдингом, то это захватывает, уверяют спортсмены. Ирина Балобанова не выступала пять лет, но решила вернуться в большой спорт. Тренироваться приходится много, зато и результат радует. Какая девушка, сколько можно взять на плечи и присесть, с каким весом? Ну все относительно, смотря когда и на сколько раз. Так не скажу. Это варьируется от 20 или 50 килограммов вот так вот. Ну больше я не приседала, мне нет необходимости все это. Медали получили не только спортсмены. Увесистые слитки, впрочем, как и положено в бодибилдинге, вручили всем, кто развивал этот вид спорта. Республиканской Федерации исполнилось 30 лет. Начинали в подвалах с ржавыми трубами. Вид спорта был запрещен в СССР. И штанги тоже сами делали. Гири, слава богу, в нашей стране были, да, гири. Что касается штанг, например, да, и так далее. Это все варили. То есть вплоть до колесных пар от вагонеток. Вот, различные. То есть, ну, все, что приваривалось друг к другу. Все приваривалось и создавалось. Первое место в абсолютной категории завоевал Илья Масюк из Перми. Ижевчанка Алена Абашева стала лучшей в категории бодифитнес. Далее вести стулы, где завершилось первенство мира по рукопашному бою. В составе российской юношеской сборной там выступал и сарапульчанин Владимир Лукаянов, воспитанник тренера Сергея Нехорошего. В весовой категории 46 килограммов он в итоге завоевал золотую медаль. И это первый успех Владимира на международной арене. Всего в турнире участвовали спортсмены из 25 стран мира. И вновь поздравление ижевчанину Денису Лекомцеву. В Испании на европейских играх среди полицейских и пожарных он в соревнованиях по триатлону выиграл серебряную медаль. Параллельно проходил там и чемпионат страны. И Денис показал на этом турнире третий результат. Продолжаем выпуск. Сильнейшие беляридисты Удмуртии провели республиканский турнир, на котором собрались и новички, и настоящие виртуозы Кия. Соревновались они до полуночи в одном из клубов Ижевска. За их поединками наблюдала наша съемочная группа. Стратегия, правильный расчет и точный удар, а еще необходима удача, говорят рыцари зеленого сукна. Такие турниры – хороший способ повысить уровень своего мастерства, а также встретиться с настоящими метрами игры в бильярд. И этот шанс использовал 14-летний Дмитрий Абухов. Участвовал, боролся, набирался опыта. Это очень важно, наперед просчитывая свои ходы, как ты будешь бить, чем ты будешь бить. Во-первых, нужна эта стресс-устойчивость, терпение и внимание. Не так давно увлекся этим видом и Алексей Соловьев. Частный предприниматель взял в руки кий несколько месяцев назад. Говорит, игра интеллектуальная. Бесконечное число комбинаций и вероятных ударов каждый раз делает ее неповторимой и интересной. И для взрослых, и для детей. Бильярд, в первую очередь, это воспитание характера, психология, контроль эмоций, помогает бизнесу и в жизни. Организаторы считают, такие соревнования помогают выявлять сильнейших спортсменов и воспитывать подрастающих. Наблюдая за действиями более сильного соперника, молодежь учится. Да и фаворитам турнира всегда есть к чему стремиться. В такой интересной дисциплине, как комбинированная пирамида. Русский бильярд сейчас собирает именно самый костяк сильнейших сегодня. Игра будет интересная, захватывающая, потому что мы играем сегодня в комбинированную пирамиду. Это считается самый сложный вид русского бильярда, потому что игра ведется только одним шаром красным. И красным шаром нужно забить все шары. Чемпионом Удмуртии в комбинированной пирамиде стал Иван Мерзляков. Серебро и бронза достались Алексею Пушкареву и Марату Пушину. И последняя информация. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступит на международном турнире Небелхорн Трофи в Германии. Он пройдет в немецком Оберсдорфе с 26 по 29 сентября. В четверг у женщин-одиночниц короткая программа. В пятницу произвольное в субботу показательное выступление. Для Алины этот старт будет первым в сезоне. На этом я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин